Наверное, с таким же успехом может задаться вопросом, а кто определяет систему ценностей? Кто является тем мерилом, который говорит, что вот это хорошо, а это плохо? Если все-таки мы сейчас понимаем и говорим, что нас не хватает духовности, в нас не хватает души, то, может быть, церковь, конечно, не должна быть регулятором, но советчиком в этом вопросе, мне кажется, быть обязана. Давайте вспомним, как быстро был закрыт фильм «Невинность мусульман». Я, честно говоря, не смотрел этот фильм. Насколько быстро государство отреагировало? После чего был сделан мой запрос по фильму «Скорсеза», Мартина Скорсеза «Последнее скушение Христа». В 90-е годы, когда вышел этот фильм, церковь РПЦ проявила серьезный негатив. Были восстания, были митинги как Российской Федерации, так и по всему миру. Но, тем не менее, здесь, получается, мы к мусульманам пошли на встречу, когда ущемились их права и интересы, и духовность. Да, когда же это коснулось православных, значит, получается, мы не отреагировали. Таким образом, фильм «Скорсеза», конечно, это был экспериментальный запрос моей страны, тем не менее, РПЦ дало саму комментарий, что мы не считаем целесообразным. Если мы идем по пути запретов, что касается по просьбе одних людей, я имею в виду мусульман, о которых одно вероисповедание, почему не идти по пути тех же самых запретов, когда касается вопрос христиан? Мы должны работать без перевесов, без передергиваний, и защищать в равной степени интересов, как верующих людей, так, собственно говоря, и тех, кто не верит ни в Бога, ни в черта, а которые являются атеистами.